Хорошо, ну, значит, зовут меня действительно Илья Сигалович, все правильно было сказано, и компания, где-то написано, да, тут написано Яндекс, действительно такая компания, действительно я учился в школе со своим приятелем Аркашей, он, мы были не разлей вода, сидели 4 года за одной партой, получили золотые медали, впрочем, такая была такая форма награды, вот, сейчас есть? А, в этом будут перепутали сербский флаг, да, сделали? Ну, не будем о грустном, будем о хорошем, вот, и поехали мы поступать, ни он, ни я не поступили куда хотели, но мы жили рядышком, мы все время встречались и играли бутминтон, вот, почему-то у нас было такое увлечение, в его двор я привозил все время в сетку, у меня была такая книжка с смешными рисунками, мы сами научились, и научили человек 20 вокруг себя, и мы регулярно устраивали такие баталии мощные бутминтонные, поэтому вот эта вот бутминтонная линия, она продолжалась у нас и в институте, и это было поводом нам встретиться, потому что наши общаги были рядом, у него было на Волгине, у меня был на Волгине, у меня был на Миклуха Маклая, если кто-то представляет, Северо-Запад Москвы, ну, неважно, в общем, недалеко, и там лесочек такой, там бутминтонная зона была такая большая, сейчас не знаю, но мы уже все застроили, вот, и мы играли, и дружили, продолжали, хотя уже учились разных институтов. А потом начался вот этот вот революционный период, кооперативное движение, и он, как мне говорит, в какой-то момент, играли бутминтоном, говорит, слушай, я вот ухожу из своего там института и иду, значит, бизнес заниматься. Ну, ты вообще, ума сошел туда, такой вообще, тут понятная вся история, работать надо, делать то, что начальник приказал, а ты куда-то там свой бизнес, ну, как-то. Это воспринимался абсолютно люднейшим безумием, просто каким-то невероятным. Но, тем не менее, ну, с другой стороны, знаете, возраст такой, в общем-то, терять нечего, и я, ну, не то, что я трагически это все воспринял, но через годик я сам к нему пришел, говорю, слушай, у тебя работа там не найдется для меня, а вот попрограммировать чего-нибудь. Он говорит, ну, давай, приходи. Вот, и я так подключился, и оказалось, что работа, на которую я пришел ради приработка, она оказалась достаточно интересной, а потом такой интересной, что заплатила всю мою жизнь. Вот, а работа была связана как раз с изготовлением поисковых систем для компьютеров и BNPC. Вот. И тогда у нас был первый продукт, он назывался «Международный классификатор изобретений для патентоведов». Таких было семь толстых книг, которые никакой нормальный человек прочитать или даже посмотреть или выучить наизусть совершенно не в состоянии был. А нужно было быстро ориентироваться, находить нужные рубрики, и мы сделали все это на, по-моему, там, десяти дискетах. Вот. И с этого началась моя трудовая биография вот в этой компании. Я занимался форматированием дискетов. Это не самая интеллектуальная деятельность на Земле. Ну, поскольку программировал… А, так, почему я не программировал, сейчас скажем, там, смешная история была. Он ко мне… Я к нему прикажу, ну, давай. Это еще был период, когда я не очень стал работать, у меня деньги были как-то вот по договорам, как-то вот… Ну, что-то мы там действительно на своей старой работе что-то делали полезное, какие деньги были. И буквально за один вечер я запрограммировал, ну, там, буквально, вот, все, что он хотел. Ну, он как-то про меня забыл, я их, ребят, нашел. Месяц через девять мы опять с ним встречаемся. Ну, что ты не зовешь, где там у тебя работа? Ой, извини, 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 уже мы все запрограммировали. Ну, приходи, программировать дискеты будешь. Ну, вот, примерно так. Так я попал, программировать дискеты. Ну, ничего. Дальше я понял, что форматировать дискеты очень скучно, и самое главное, их много, и надо было как-то уменьшить их количество. И тогда я посмотрел, а что они туда записывают. И я понял, что так нельзя, ребята, надо все компактно сжимать данные. В общем, ребята, ну, они молодцы, они все написали, но до, так сказать, до правильных маргаритмов там было еще далеко. Я бодро бросился на это дело и уменьшил количество работы, которые я себе, значит, которые мне приходилось делать. То есть вместо того, чтобы записывать десять дискет на одну программу, мне удалось все свести к трем или к четырех. Это вызвлаждало огромное количество времени, и можно было заняться чем-то более полезным. Я представляю, как я радовался тогда. Ну, сейчас это трудно вспомнить, но, в общем-то, было приятно. Вот, ну, и заодно и программа стала меньше места заниматься, и вообще требования не уменьшились. Ну, это чисто инженерное такое удовольствие, и, ну, оно как-то, знаете, еще связано с тем, что я как-то старался самообразовываться. То есть, вот, попадалось, например, какой-нибудь журнал английский, я его там от корки до корки вызовывал, у байки какой-то журнал, и там как раз попалась статья о прожатии данных. Я его, и прямо вот эту статью взял, и прямо вот как там написано, ну, там программы не было, там и слова все рассказано было, но я прямо все как там было написано, все имплементировал, и тогда работал. Ну, и дальше, дальше, дальше все пошло. А потом у нас случился период кризиса, связанный с тем, что советские организации, которые были основными покупателями нашей системы, они как-то вот палачировали все дружно. Годом 92-м, 93-м, 94-м. Настолько стало плохо, перестали покупать. Вообще перестали заниматься производством, и отсюда перестали покупать то, что нужно для производства. То есть они стали сдавать помещение в аренду, они стали заниматься каким-то бартером и так далее. Во всей стране наступило очень сложное экономическое время, которое я не сходил очарнять ни разу. Я вообще считаю, что это как-то глупостное очевидение, очаренные 90-е годы. Сколько это нужно очарнеть? Я не помню, че черного. Мы помним, что было много каких-то сумятиц такой, но она как-то быстро пришла в норму, и люди стали нормальным себя жить, принимать. Но не суть. Я хотел другое сказать. Я хотел сказать, что был очень тяжелый период, и вот этот наш проект, он как-то коллапсировал вместе с экономикой, связанной с пациентами, с пациентами. Вот перестался, если все пациентовать. Если есть вопросы, давайте уже, потому что я долго говорю. И наступил такой острый момент, мы продолжали еще продавать эту программу, но из пяти или шести человек, которые занимались проектом, осталось двое или трое. А Аркадий увидел, что все плохо, он бросился заниматься компьютерами, компьютерами, железом. И меня звал, и других ребят звал, но тем не менее, вот этот маленький отдел оставшийся от полуразгромленной компании в конце 80-х, начало 90-х, в середине 90-х еще существовал. И мы стали думать, что бы такое сделать, чтобы, может быть, денег не заработать, но как-то прозвучать. И первое, что мне пришло в голову тогда, я говорю, слушай, давай сделаем что-то вечное. Но понятно, что мы хорошо искали, умели искать, и хорошо искали с точки зрения понимания языка. И нужно было взять какой-то русский текст, такой, который точно был вечен, То есть такой, который люди всегда будут использоваться, и всегда использовали. Но первое, что приходит в голову, войны и мир. Но войны и мир как-то, ну войны и мир. Ну что мы не искать, и что мы не знаем, там, что там, балконский, там, не знаю, как-то вот. Но это не функционный справочник, наверное, правда? Но был еще один текст, а не забывайте, что в начале 90-х ощущение восприятия религии и всего религиозного было совершенно не такое, как сейчас. Сейчас оно очень двояко, двойственное. То есть есть люди, которые очень сильно зависть, люди, которые очень сильно против, такая поляризация. А тогда религия была, после многих летковиней, она воспринималась как такой обиженный, такой несчастный веятель культуры. И все люди, которые считали себя культурными, обязаны, в каком-то смысле, были должны мне помочь. Ну вот как сейчас, ну я не буду, в общем-то, не буду. Но всегда можно найти обиженных, как-то стараться внутренним помочь. Вот сейчас тоже такие условия, которые можно как-то внутренне сочувствовать. Вот тогда верующие были такими людьми, которыми надо было сочувствовать. И мы, ну и плюс, у нас были люди, которые были верующие среди нас. И как-то это все вместе сложилось, и мы сделали такую вещь под названием «Библейский компьютерный справочек». Мы взяли Библию, оцифровали ее, вложили немало труда. Я познакомился с настоящими, с разительным библейским обществом, познакомился. Я познакомился с людьми, которые делали бюсельские издания. Я знаю историю изданий Библии. Я знаю, кто какую главу переводил, в смысле писал. Ну, переводил в каком-то смысле, да, потому что русский перевод – это тоже перевод. То есть очень интересно вообще. Могу целую версию прочитать. Но суть в том, что у меня такое большое погружение в тему, с одной стороны, а с другой стороны, нужно было сделать хороший продукт, который был бы, с одной стороны, средским, нейтральным, общечеловеческим, с другой стороны, воспринимался бы, ну, там, словно, рюкзрюзными людьми, так исключительно позитивными и тоже, ну, богоугодными. И нам получилось, у нас получилось такую вещь сделать. В 94-м году, в 95-м мы ее начали продавать, очень недорого. Хотя, по тем временам, может, это было дорого, по-моему, 40, что ли, долларов, если не ошибаюсь. Довольно много по тем временам. Но для нас был, ну, единственный источник, после того, как вот эта патентная история кончилась, это был единственный источник дохода. И мы сделали очень красивую обложку. У нас было много волонтеров, которые помогали в этом проекте. Был замечательный человек, который делал в это время такую симфонию. Это было издание синодальное, когда каждому слову делается, как бы, указатель, где встречается это слово в тексте Библии. Вот эти люди помогали, которые делали симфонию, они вычитывали, исправляли. Ну, и мы тоже там старались, чтобы поиск хорошо работал, чтобы все прям мгновенно было. Машины были старые, компьютеры, VT, VT, VT. И вот у нас был тест такой, он назывался «Кошачий тест». То есть я делал так, я просто брал и кидал на клавиатуру книгу. Произвольное место клавиатуры. И нужно было добиться того, чтобы программа была себе адекватно, не падала. Чтобы можно было добить там на стрелку вниз, и скравирование каких-то бесконечных списков происходило с такой скоростью, чтобы человек не чувствовал никаких задержек. Поиск должен был вот такой, знаете, вот такой вот, да, секунда. Вот это все надо было как-то сделать, чтобы было приятно этим пользоваться. И вот результат получился очень такой довольно приятный. Мы продали, по-моему, тысячу экземпляров. Это безумная сумма, 40 тысяч долларов. Она очень долго к нам приходила, наверное, года два или три. Ну а как результат, нашу группу из Комптека, вот из этой компании, которая занималась железом, не выгнали. Хотя все предпосылки к этому были, потому что бухгалтер, он все время, когда плацал зарплату, он смотрел на нас так, она, она смотрела на нас так, понимаешь, что эти деньги здесь делают. То есть вот компания зарабатывает, понимаете, железо продает. А видите, вот какие-то программисты, понимаешь, непонятно, они что-то тут сидят, программируют, на какую-то копеечку продают. Но тем не менее мы себя окупали и набрались наглости взять еще один заказ, потому что продукт получился таким симпатичным, что нам пришел вступ мировой литературы и информ-министр. Такая была организация, которой государство поручило записать на CD-ромы всю русскую классику. А тут мы с нашим довольно-таки качественным продуктом, и они, естественно, пришли к нам. И нам перепал этот заказ, там были еще конкуренты, был тендер, мы были лучше всех. И в результате этого заказа мы удвоили или тройили команду. И это нам дало возможность, имеется в виду вот эту маленькую команду внутри Комптека. И это дало нам возможность как-то, во-первых, вздохнуть, а во-вторых, Комптек, он переехал в место, где было постоянное подключение интернета. Это был август 95-го года, ужас как давно. Ужас, простите, простите, я понимаю, что я говорю, что это страшно, я никогда вспоминаю. Но важно, что интернет был постоянный и быстрый. То есть вот такой класс сейчас. Прошу. А, давайте. Здравствуйте. Можно вопрос? А то я буду бесконечно говорить. Меня надо прервать. Меня зовут Лиза, я из Красноярска. У меня два вопроса. Первый вопрос. И вы можете, наверное, на них не сразу отвечать, а по логике вашего рассказа, потому что они не связаны, наверное, с историей. Первый вопрос. Какие сейчас проблемы на современном этапе развития поисковых систем у вас есть в частности? Обязательно до этого дойду. Очень хорошо. Но я могу прямо сейчас. А, и второй вопрос. А могу быстро урезать остаток истории за три минуты? И потом... Не-не-не, это я обязательно расскажу. То есть я могу вот просто... Я просто, чтобы задать, сесть и наслаждаться. И второй вопрос. Расскажите, пожалуйста, потом еще про школу менеджеров Яндекса. Я думаю, что, наверное, все знают о ней. Хорошо, но я думаю, что тут, может быть, кто-то есть, кто это делает профессионально, чем я, потому что я в этой школе два раза читал лекцию, буду сейчас третий раз читать, но не готовил ее и не знаю даже вот... Ну, примерно знаю, сколько людей там учатся, но все специфики, все секретарии не знаю. Поэтому лучше вот ребят... А то есть вы в индивидуальном порядке подойдете? Нет, мы можем позвать ее на сцену и... Да, да, да. Да. Спасибо. Хорошо. Я запомнил, значит, про современные проблемы и про шмя. Окей. Можно еще раз? Давайте. Здравствуйте. Меня зовут Борис Борис. Теперь я хотел спросить ваше мнение о перспективах, точнее, о конкуренциях развития российского интернета. Ну и мирового. Легко. Да, очень интересно послушать. Чем Борис? Может быть, как-то... Хорошо. Объем в струю. Хорошо, я понял. Я тогда буду урезать историческую часть, потому что мне саму... Ну, хорошо. Вот. Где я остановился? На дискету мы прошли уже, в библию мы в библийский компьютерный справочек попрошли. Чуть-чуть меня не выгнали, а? А, да, у нас из трех программистов стало шесть. Представляете, какой вообще? Это был взрыв. Просто фантастика, на самом деле, понимаете? Да, и нам дали интернет. Такой вот, не диалат, знаете, диалат. Кто-нибудь помнит еще такое, да? Да-да-да. А вот такой уже, знаете, вот такой просто нормальный камень, эзернет, все, все было уже. Правда, не эзернет, тогда еще бы тратил коаксиал, но уже переключались на эзернет, так что период был как бы переходный. Вот. Ну, эзернет коаксиальный, а это эзернет полудорожает, какой-то там, не помню, 45-кан. В общем, виталь пара, называется. И тут-то, ну, вообще говоря, тут я хочу заметить следующее, что не надо воспринимать нас как таких людей, которые, ну, что ли, совсем-совсем какие-чайники на коленке, чего-то такое делают. Конечно, нас все время вдохновляли очень-очень амбициозные планы и задачи. То есть мы, во-первых, все время видели, что есть вокруг, у меня был весь полный набор аналогичных инструментов западных, локальных поисковых систем для компьютера, у нас у меня был библейский продукт западный, даже три, по-моему, я разглядывал, когда делал. То есть мы были все время, мы ощущали себя, ну, что ли, очень-очень на переднем краю. То есть все, что мы делали, мы всегда делали, ну, не по большому, по капустому счету, что называется, да, то есть никаких скидок мы себе не давали. У нас были любимые западные продукты, которые вот так вот работали, были не любимые западные продукты, и мы стремились сделать так, как надо. То есть мы стремились сделать так, чтобы это было идеально с точки зрения юзер-экспириенс, с точки зрения качества, удовольствия от владения продуктом и так далее. То есть даже когда мы не занимались интернетом, а занимались локальными продуктами, все равно требования мы ставили к себе максимально. Вот, и когда мы подключились к интернету, я помню, где-то примерно тогда я обнаружил такую систему альтеристу. Вот она три дня назад закрылась, ну, вы знаете, кто читал газету, ну, в общем, наверное, никто не обратил внимание на эту новость, но люди, кто в интернете давно, у них в этот момент просто вот какой-то был такой, ну, что ли, слеза статилась, купая такая, женская, юридорская, ну, было как-то. Можно вопрос? Можно вопрос? Да. Вот как раз по теме Артем, город Тюмень. А скажите вот тогда, в то время, чем, вот после закрытия этого проекта, вот по библии, да, потом у вас какая мотивация была? Вы хотели заработать денег, прославиться, там, стать богами интернета, либо прославиться только по Москве. И второй момент, я забыл. Ну, вот это вот меня... Отличный вопрос. Давайте, мне как раз здорово, я тоже сейчас об этом подумал. Ну, смотрите, какая история. Во-первых, было очень совестно бросить то, что начали. То есть, вот, хотелось сделать хорошую, хорошую поисковую систему локальную, и бросать посередине было как-то очень совестно. Поэтому точно вот накручивали, чтобы это было хорошо. Это раз. Второе. Второе. Вот когда мы вышли в интернет, и я посмотрел на ту же самую альтериасту, и там еще какие-то были, сайт, лайкос, еще какие-то системы, и мы поняли, что вообще-то можем сделать так же и даже лучше. Вот это ощущение, что мы можем сделать лучше, ощущение, что это плохо, а мы знаем как, и мы можем сделать лучше, вот оно очень отухотворяло. И было острое желание, совершенно не понимая тогда, честно говоря, мы совершенно не понимали, какой это будет бизнес, вообще куда это все пойдет, как люди будут зарабатывать в интернете. Это было абсолютно покрыто мраком в полнейшем. Но ощущение вот такого, знаете, ух ты, вот это мы можем сделать, и это будет лучше, чем то, что сейчас, и этим будут пользоваться, по крайней мере, мы сами начнем пользоваться, понимаете? Потому что мы как бы свой dog food всегда ели, да? То есть мы всегда пользовались самими продуктами. Мы никогда не делали заказные продукты. Все продукты, которые мы делали, мы делали для себя. Мы все время их делали и сами, ими же пробок пользовались. То есть эту же Библию, я не знаю, она больше всех пользовался я. Я столько цитировал ее и так далее. То есть очень хорошо ее помню. Вот. И с интернетом было такое ощущение. А, интернет полтора маленький? И казалось, ну интернет, чего там интернет? Подумаешь, так сказать, нажавский диск у вас закачал и подпиксировал. Так оно и было. Я еще разводить вопрос тогда. А были ли моменты, когда вы боялись, ну, когда вы думали, что ничего не получается, и, в принципе, то, что вы сейчас занимаетесь, оно не принесет в итоге плодов, и вы останетесь ни с чем. Абсолютно. И второй момент, был переходный момент у вас или у участников вашей команды, когда вам предлагали уйти в другую компанию, ну, платили там оклад больше, чем вы сейчас зарабатывали, и, ну, был такой момент, когда, ну, просит все уйти и там получать денежки и... Ну, вот я бы отметил два таких момента в 90-е годы. Во-первых, вот где-то в 93-м, примерно, в 94-м, когда мы еще не подключились к интернету, еще у нас не было Библии, а продукты уже прогорали, как бы наши старые, и нужно было как-то выжить. И мы вот буквально зацепились, вот, взяла эту Библию, это нас спасло, протянуть год-два. И второй момент, я весь не беру справочек, я не называю Библии, ну, простите, что я использую это слово. Вот. А второй момент был, это примерно 96-й год, когда очень пошел бизнес в гору, вот перед тем кризисом. И наша компания, Радисская, она очень хорошо зарабатывала. А мы на их фоне, несмотря на то, что мы себя окупали и получили эти заказы, мы все равно воспринимались как такими пасынками, не очень понятными, не очень нужными. И был довольно острый такой момент, скорее уже больше психологический, а надо ли вообще этим заниматься, а принесет ли это необходимый доход, а сможем ли мы вообще как-то себя окупать так, чтобы это, ну, расширяться, не просто окупать, ну, не знаю, пятерых человек или шестерых человек, которые сидят там, все равно не сидят в родительской компании, если компания предоставляет какую-то инфраструктуру, понимаете, да, то есть здесь очень много таких аспектов, которые, а ну, как сейчас на вольные хлеба. Вот. Поэтому это был такой тоже второй острый момент. Но были еще такие вот довольно острые моменты, я бы выделил примерно так, в районе 2000-го года, когда мы получали инвестиции от 99-го года, был очень-очень острый момент, как это сделать. То есть мы могли полностью продаться, как поступил аппорт или рамка. И с ними, в общем, случилась во многом трагическая история, в том смысле, что, поменяв команду, владельцы не смогли родить, как бы, ну, вот это вот ощущение причастности. И мы приняли очень единственное правильное решение, мы продали треть, и продали таким инвесторам, которые, ну, показались нам наиболее обменяемыми. То есть они совершенно четко не хотели нас ломать. Они не хотели полного контроля, они не дали нам денег и доверили их нам. То есть они доверили нам будущее нашей же компании. Это, как ни странно, довольно редкое качество среди инвесторов. Инвесторы обычно, если они дают, особенно в России, они заявили, ну, все, сейчас мы будем командовать, говорить, что делать, что не делать. И это вот очень-очень-очень был такой тонкий момент. И еще один был момент, примерно в районе 2-го, 3-го года уже, в 2000-е, когда мы выныривали из этого минуса, когда мы прожигали инвесторские деньги, интернет, он очень мало еще зарабатывал, но мы учились жить на самоокупаемости. И это был довольно острый момент. Мы примерно 3 года вообще не росли, или почти не росли. У нас было там, как мы получили деньги, инвестиции, мы набрали примерно 100 человек за год. И мы на этом уровне находились примерно 2-3 года, до 4-го года это минимум. Мы не росли, мы там, ну, не знаю, на 3-час выросли, на 50 человек за 4 года. Но, может быть, было больше, все-таки, наверное, раза в 2. Но за 3 года. Но важно, что вот это был такой, знаете, чисто экономическая история, как вынырнуть, какую модель построить с точки зрения рекламы в интернете, как перейти на аукционную, например, модель, тоже был острый момент, потому что мы продавали flat rate, мы продавали рекламу по показам, а нужно было оберегать на кликовую модель, это был примерно 3-й год, с одной стороны, а с другой стороны опустить цены так, чтобы люди могли включаться на самых-самых низких уровнях. Там один цен, по-моему, стоило за клик. И это был страшный лист, потому что мы вот зарабатывали, мы же кое-как вылезли на ноль, мы понимали, что вот мы вот так вот как-то живем, вот есть какой-то рост, а тут нужно было просто прыгнуть головой в гомут и опять упасть в негатив. И это было очень сложно сделать, и, во-первых, это невозможно было сделать быстро, то есть нужно было, ну, представьте себе, что вы решили совершить самоубийство, но не просто спонтанно, ну, давайте вот встретились, договорились, и под напором какого-нибудь начальника бросились все головы в губы. Это одна история. Это более-менее как-то объяснимо. Вот мы наблюдаем за новостями, там есть секты, там периодически это делают, но это спонтанное такое решение. А в нашем случае нужно было, а, принять решение самоубийства, и методически работать над этим проектом самоубийства в течение полугода. Большая команда людей. Вот это было очень сложно. То есть надо было, а, верить в то, что это самоубийство нас на самом деле не убьет, а поднимет на другой угли, с другой стороны нужно было сфокусироваться и делать это. И когда мы это сделали, и запустились, и деньги упали, понимаете, первый месяц они рухнули. Вот у нас был такой доход от рекламы, и он упал. То есть мы опять ушли в минус, ну, очень коротко. Но вера в то, что это будет работать, вера в то, что это правильная модель, вера в то, что так надо делать, она была уже абсолютно не... Она уже была с нами. И мы уже просили все вместе вот этот уголок. И буквально за 3-4 месяца мы вылезли опять на старый уровень и дальше уже пошли какими-то жуткими скоростями, семимильными шагами. Вот. Вот какие-то такие вехи, если говорить о... Что касается ухода в другую компанию, ну, вот был острый момент действительно с инвестированием, когда нужно было решить, действительно ли мы хотим продать бизнес. Вот этого не было точно тогда. То есть не было желания продать бизнес. Было желание захватить мир. В хорошем смысле этого слова. Вот. И... Захар. Вот. И... Значит, это желание было... Оно... Метерализовалось в том, что мы не продавали компанию. Мы получили... Да, еще был момент такой. Можно было получить деньги у родительской компании. Наша родительская компания была готова дать денег, не отпускать насновольные хлеба, оставить нас в части компека и продолжать вот то же самое, что мы делали. То есть только более успешно. В надежде, что мы вылезем и так далее. И вот тут я считаю, что Аркадий проявил колоссальную мудрость. И он и меня убедил, и всех нас убедил, что это неправильно. Потому что... Ну как? Ну это все равно, что все равно, что все время брать у родителей деньги. Понимаете, да? То есть можно брать у родителей деньги. Но если вы начинаете свой собственный бизнес, то лучше все-таки взять их в таком месте, в котором вы будете чувствовать ответственность. Такую полувзрослую ответственность. Это будет вас дисциплинировать. Это сразу выставит отношения ваши с окружающим миром на правильные рельсы поставить. И вот это был очень важный момент, который... То есть мало того, что мы не пошли там, я не помню, кто там приходил, предлагал деньги. Те, кто купили Аппорт, можете на эту историю почитать, кто их купил. Вот они тоже там приходили. Но важно было еще и не впасть в грех такой, ну что ли, зарезания в карман своего упания. Знаете? И вот мы не впали в этот грех, мы себя так вот ограничили сознательно, абсолютно сознательно. И это был очень-очень мудрый шаг. Потому что, ну потому что как-то вот подсушились, очень-очень считали деньги. Все деньги, которые мы получили на инвестиции, мы очень сфокусированно потратили. Я помню, была гениальная идея, давайте пока там, там должен был быть рост рекламы, стоимость рекламы на телевизоре в начале 2000 года. И мы успели по старой цене первую в историю российского интернета, может быть даже в Восточной Европе, отрекламировать интернет-проект в телевизоре. Мы вообще никогда больше не там, после этого 10 лет не рекламирулись телевизоре, или там 8 лет. Но был вот момент в 2000 году, когда мы выпустили очень смешную рекламу, экспромт там снятую, там Тёма Леберев снимался, очень смешно. И это был буквально такой взрыв. Во-первых, люди не понимали, что это. Они сказали, что это такое интернет. Что интернет? А там в этом интернете, в котором есть ещё какая-то штука, называется Янвес. Мало того, что есть где-то там интернет, но там ещё есть Янвес. Это была такая непонятная вещь в квадрате. Но она была смешная, непонятная и крутая. Ну и мысль там была, на самом деле, это не бессмысленная. Это была первая наша такая крупная из инвестиционных денег. Второй кусок, который мы существенный, для нас был, мы приехали в хороший отпуск. Компактный, причём он был, знаете, это была одна комната, на самом деле, которую мы сделали так. Это был большой зал, такой бывший зал ВЦ «Отвердина Ук». Примерно вот размером, вот как эта комната. И мы посередине пустили такие, как это, анфилады? Нет, в общем, балкончик такой вот. Балкончик прям по кругу шёл. Ну, довольно большой. И на нём тоже сидели люди. А серединка была такая пустая. Вот. И получалась как бы одна комната. Мы не сделали из неё два этажа. Мы оставили один. Одно, такой, моноспейс такой. Но и всё было очень... Там сидел человек примерно около ста. То есть начинали мы с 70, потом до 100, до 120 доросли. И вот мы продолжали сидеть в этой комнате, в этом машинном зале. И нужно было, например, сделать анонс какой-нибудь. Мы выходили в середину там, а там сидели ребята в такой аквариум, вот такой смешной. Назывались «Техника Саппорт», Суппорт, да. Они отвечали на письма пользователей. Знаете, возмущённые письма. Люди пишут, почему у меня Яндекс.Почта там не работает, там, целую часть. Почему у меня там файлы на народе, там, у нас там был народ, почта, новости, поиск, ну, очень много разных. И ребята отвечали на эти письма. И вот мы всё время видели, что они делают. То есть вот была очень весёлая компания молодых ребят, которые весело-весело отвечали на письма пользователей. И нужно было делать объявление, мы выходили в этот вот аквариум, такой, и кто-то, значит, кричал там, «День рождения», или там ещё что-то. И все свешились с балкончиков, там, поздравляли. Или нужно было вознести речь, слушали речь. В общем, вот как-то так. Всё было очень-очень непосредственно. Здорово. Романтично. Примерно год и четыре там просидели, ну, чуть больше. Вот. Ну, что ещё такого интересного рассказать? А, мы подправляемся к самому главному. Будущее человечества, интернета и поисковых систем. Да? Ну, давайте ещё немножечко, немножечко про историю, да? Совсем немножко, просто не про будущее, а просто вот про, как бы, плоть и кровь нашего бизнеса, что мы, собственно, делаем. Вот когда мы в 2000 году рискнули и бросились, и взяли вот эти инвестиции, и стартовали компанию, у нас тоже был выбор. Мы не знали, как вообще подойти. Вариант А. Можно было сохранять фокус на поиске и ничего больше не делать, оставаться в такой чисто поисковой системе. Но мы понимали, что вокруг нас происходит совершенно другой бизнес. Люди набирают аудиторию проектами, аудиторами. Во-первых, хостинг сайтов, почта, аукционы, ну и так далее. Там был довольно большой набор сервисов, новости, шоппинг, ну, товары. И все эти сервисы, они довольно были ресурсоемкие, с одной стороны. С другой стороны, у нас не было опыта в изготовлении. Все-таки команда, которую мы собрали, она была такая, в общем, очень алгоритмическая. Она была про работу с большими данными, она была про то, чтобы делать искусственный интеллект. То есть это были люди, ну, я себя тоже, в каком-то смысле, к этой компании отношу, хотя у меня никогда не было соответствующего образования, но я всегда имел наглость считать себя математиком. Ну, может, потому что я когда там победил, мы все знали, в этой математике, дальше не очень сильно в УЗИ я учился, но наглости мне было не доставать, и я, в общем, всегда считался математиком. Поэтому, как-то так получилось, что у меня в команде были люди, которые там мат все заканчивали, там, ВФК, а я, ВФК, руководил нахально. Ну, не то, что руководил, слово руководил не подходит, ну, коммуницировал, что ли, как-то так выразиться, то есть я их понимал, они меня понимали, у меня было очень-очень... Достаточно сказать, что у нас из первоначальной команды до сих пор никто не уволен, то есть никто не ушел, то есть у нас очень-очень был такой сплоченный, дружный коллектив, много-много лет. Вот эта четверка, эта шестерка базовых людей, мы до сих пор все в Яндексе, это же по 15-12 лет. У нас есть такой сайт внутренний, став Яндекс.Ру, став Яндекс.Тим.Ру, в нем есть дата приема на работу, и люди гордятся, у кого-то есть там дата приема на работу, 92-й год, то есть Яндекса еще не было, там вообще ничего не было, люди уже как бы работали над этим проектом, и эти люди до сих пор когда слышали. Оно примерно родилось в 93-м году, там название Яндекс, это был вопрос, кстати, 20 лет назад, да, примерно. Был такой заказ от Аркаши, потому что у нас до этого был вот этот справочник изобретений, там справочник еще какой-то был, а нужно было сделать, нужно было вот у того, что получилось, получилась такая новая версия поиска, которую уже делал я, и она была просто очень эффективная, компактная, очень быстрая, и позволяла нам делать те вещи, которые мы до этого не могли, технологически, с точки зрения поиска. И Аркаш, ты слушай, такая крутая вещь получилась, придумай название. А у меня, как бы, я когда что-то придумываю, у меня обычно длинный-длинный список вариантов, иначе мне интересно. И он приходит на утро, а я тогда редко ездил, я жил в городе Павловский Посад, очень далеко, и не всегда туда ездил, часто оставался ночевать в офисе. Таких было еще несколько человек, как я, то есть это странно было. Вот. И он приходит с утра, а я такой, сонный, говорю, вот смотри, и на первом месте был Игентрис. Он говорит, о, то, что надо. И дальше, давай только переделаем первую букву, чтобы она была русская, и все остальное в латинице. Ну, давай. И вот так вот мы сделали, у нас было говорим о такой буквах. Такое название. Вот. Ну, почему она так называется, неинтересно, это все везде написано. Но важно, что вот когда мы приняли решение делать сервисы, и в 2000 году, и начать что-то такое, что мы не умели, это было для нас в каком-то смысле тоже такой прыжок в воду. Или в омут, не знаю, ну, куда прыжок, не знаю, куда прыгают люди. Порошок прыгает. Вот. Страшновато было. Но мы понимали, что без этого никак нельзя, потому что это позволило бы нам, ну, во-первых, научиться что-то делать, во-вторых, делать сервисы для аудитории, которые не охвачены поиском, которые тоже требуются определенные сервисы, и так далее. Хотя мы не были уверены, что мы сделаем это лучше всех. Вот. Поймите, вот команда таких хардкорных, всех использованных программистов, которые всю жизнь писали алгоритмические, решали алгоритмические задачи на сервер-сайт, то есть на сервере, да, написали на 3PSD, на Linux. Правда, у нас у всех был программ Windows, то это нельзя сказать, что у нас Windows-код очень большой, и я вообще не знаю, что я говорю технические вещи, но может кто-то понимает. Но неважно. Да. И поэтому у нас был сразу такой, у нас был репозиторий, который сразу компилировался на Linux, 3PSD и Windows, и это было заведено в 96-м году и до сих пор. То есть до сих пор у нас большая часть кода на компэте помогает его делать очень таким качественным, компактным, хорошо компилируемым, ошибки позволяет находиться, и так далее. И потом Windows-код позволяет хорошо отлаживать код, поэтому это была такая компашка для прекрасных программистов, хардкорных, алгоритмистов. И вот тут надо творить какой-то, извините, пички-кошмар. Ну, народ был там, еще чего-то. И это было совершенно для нас не дискомфортная вещь, но пришлось переступить через себя. И тут, я считаю, что первую скрипку сыграл опять Анкаша, он просто взял каких-то хороших предмет, менеджеров. На самом деле, там первым менеджером был парень, который делал 1С для контекста. Он говорит, слушай, Дин, давай, ты будешь менеджером, значит, сделаешь нам быстренько вот это, вот это, и вот это. На перечке. Да, давай. И мы там наняли с огромной скоростью ребят и быстренько-быстренько не фигачили, значит, народ несчастный. И оказалось, что не такого получилось. И потом, достаточно болезненно все, потому что эти две культуры разного кодирования и разной жизни, они так вот во многом и сосуществовали долгое время, и нам довольно сложно было объединять эти культуры. Культуру хардкорного программирования такого и программирования для непоискового такого сервиса. Ну, а сейчас уже настолько перепотяно и настолько сложные задачи везде, настолько сложные задачи и в почте, и в Яндекс.Диске, и в других сервисах, которые там очень трудно даже перечислить все, что я не хотел бы как-то как-то принижать и возвышать людей из разных чтей Яндекса. Мы сейчас очень сильная, во многом единственная команда, но когда-то такое деление было очень заметно. вот как-то так. И еще важный такой момент. Можно ли благодаря тому, что мы как-то с самого начала были нацелены на вот этот вот такой запал, идущий от понимания данных, от алгоритмических каких-то вещей сложных, от очень высокоэффективно работающих систем, мы как-то себя воспринимали на очень высоком уровне всегда. То есть мы всегда себя воспринимали как командой, которая может делать все то же самое или лучшее, чем наши конкуренты на мировом уровне. Там альтависта умела искать миллиарды документов или миллионов, не умела искать миллионов документов, но она не умела искать с пониманием русского языка, а мы умели тогда, понимаете. И вот это было наше преимущество, которое мы довольно долго успешно пользовались. Мы примерно до 2006 или 2007 года вообще не имели в этом смысле конкурентов. То есть, во-первых, у нас был быстро работающий, но с другой стороны мы понимали язык, чего не понимал ни один западный конкурент. Потребовалось довольно много лет тому же Гуглу, прежде чем он реализовал все то же самое, что было реализовано в Яндексе. Но сейчас ситуация сильно выдавнялась и говорить, что в Яндексе есть какие-то преимущества в этом нельзя. Но преимущество это вещь не статическая. То есть, ничего нельзя сделать и потом почувствовать наладу. Все, что вы сделаете, будет мгновенно достигнут и будет заедено. Поэтому преимущество это движение. Преимущество это постоянная работа, это постоянное появление новых и новых новых вещей. И тут мы приходим к теме... А может послушаем кого-нибудь? Давайте. Давайте-ка как российской компании. А во-вторых, она тоже немножечко про драматизм, про изменение сознания. Вот смотрите, когда мы стартовали в 2000-м как самостоятельная компания, то нашим инвестором были западные фонды. Вообще, это Берин Восток и Берин Партнерс это фонд, основанный еще в середине 90-х годов. Там формально два руководителя, космонавта, Стретфорд и Биона. Они встречались в Союзе по логике. Знаете, да? Не знаете. Сигареты какие-то. Вот по сигаретам кто-то знает, да. И этот фонд, он такой статусный, там в основном, по-моему, английские деньги, литератские деньги, русские деньги, там перемешаны. Нормальный, успешный фонд. Они 20 лет существуют в России. И чего они только в основном теплоходстве, пароходстве мы занимались еще чем-то там тушеном, зерном. Не знаю. Я не забираюсь исследовать деятельность этой замечательной компании, но та группа людей, которые работают с нами, это очень симпатичные, ну, собственно, я знаю, это симпатичные люди, потому что они нам точно не мешали и всегда от них был такой позитив исходил. То есть они не пытались захравать нас как-то, изменить нашу политику, а просто вот нормальные такие грамотные и финансовые инвесторы. Вот. И... Почему я про них вспомнил? А, да. И когда они к нам пришли, они сказали, ребят, ну, все будем делать чистую, по-белому, белые заплаты. Ну, это тогда были зарплаты очень маленькие и не так было принципиально, дело или нет. То есть, ну, зарплата программиста была 600 долларов, поэтому, я не знаю, ну, налоги с них платить это не очень большие деньги, были, по-белому. Но мы решили, что надо делать все в белую и как-то согласились внутренне на это и поддержали это. И у нас вот очень рано, еще до, не знаю, многих-многих русских компаний все-все-все стало абсолютно белым, прозрачным, пушистым. И во многом это определило и наше решение, когда мы в 2000 году сразу на старт всем основателям компании, это было через 12 людей, которые к этому времени уже были членами нашего коллектива, мы всем выдали, ну, и мне тоже, Илья Аркадьевна, всем выдали маленький кусочек Яндекса. Тогда это воспринималось, ну, красивый, симпатичный фантик, который ничего не значит, который можно было как-то посчитать стоимость компании, там, как-то вот стоимость компании известна, ну, там, не знаю, я помню, мой фантик стоил 100 тысяч долларов. Это было очень много, его нельзя было реализовать, его нельзя было продать, но он висел где-то вот на стене прибитый там. Было очень круто ощущать себя таким богатым человеком. Теоретически целые два года можно было на стене прожить, вот, потому что это им, ну, в общем, здорово, приятно, еще нет. Вот, но ничего конкретно это не означало. И где-то года через три, через четыре, когда наши опционы исполнились, а у нас опционы были четырехлетние, они и сейчас четырехлетние, такая довольно стандартная практика, она, по-моему, здесь тоже, ну, как-то сразу она была западная такая, ну, и сейчас и узкие стартапы тоже, по-моему, четырехлетние опционы выдают, такая традиция. Ну, четыре года считается, что человек должен работать, потом получиться. Ну, там, это весится, извините за этот глагол, вы можете лучше меня, знаете, выдаются вот эти опционы, исполняются они начиная с первого года обычно, но не суть. Важно, чтобы исходная группа людей, она примерно через четыре года вся зависит от всех получили опционы. Мы стали думать, что делать дальше? И, а команда уже разрослась, она уже была человек 130, и мы стали думать, надо выдавать второй группу, и уже пора. И вот это тоже был такой драматический момент, когда мы пришли к ребятам и сказали, ребята, давайте мы сейчас дадим опцион. А зачем? В общем, это была очень странная вещь. Это была такая вещь, знаете, про запись в клуб. То есть, ты у нас хочешь в клуб изгонок, значит, процентов 10 или 20 компаний, примерно, у нас была охвачена опционная программа. Вот люди, которые, ну что ли, самые такие главные, горящие. Причем, это не важно, у нас руководитель хозяйства с опционами, руководитель секретарства с опционами. То есть, это не принципиально, важно, чтобы это люди были, которые определяли компанию. Те, про которые мы могли сказать, что вот без них компания будет другую. Без них компания будет с другими глазами, с другим, с другим каким-то этим самым, блок-эн-филом, не знаю, ощущением. Все. И вот это был наш только сознательный шаг. Очень рано, я думаю, что раньше многих-многих-многих загрузок компаний, по крайней мере, мы начали эту вещь делать и консистентно, постоянно, каждый год, каждый полгода мы выдавали, выдавали, старались поддерживать этот уровень на примерно 10-15% компаний. И каково же было удивление наших сотрудников, когда Яндекс вышел на IPO, что вот эти бумажки никто не продавал ничего, практически. Люди обладатели большого количества акций, меня, каши, чуть-чуть продавали до IPO, просто чтобы, не знаю, начать, ну, не знаю, переехать в другую квартиру. Но, когда в 2011 году случилось IPO и выяснилось, что в компании Яндекс сто двадцать миллионеров, это был шок. В каком-то смысле, понимаете? Да, в стих. Ко мне подходили люди, говорили, там, по-моему, Сашка мне подходит, Илья, вы знаете, я хочу вам сказать обновешенную штуку. Помните, вот вы мне дали в 2005 году векда, я рекомендую с осветным совершением. Вы знаете, я хотела вам сказать, вот я тебе подписю. Это изменимо мою... Вы знаете, вот это вот ощущение, казалось бы, вот этого клуба, вот этого, ну что ли, коллектива близких людей, эта бумажка, которая ничего не значила, про которую ничего нельзя было понять. Бизнес был никакой. В третьем году мы были в минусе. Это было просто такая, ну, я не знаю, какое-то вот братство кольца, что-то. извините. Да что тут такое? Вот. Ну и я очень рад, что мы продолжаем сейчас. Сейчас команда разрослась, компания у нас 4 тысячи человек, больше. 5 тысячи, простите, простите, 5 тысячи. И вот эта история про бумажки, которые люди воспринимали, как что-то такое абстрактное, непонятное, оно очень многих людей вдохновляет. Ну и даже не людей, а просто, ну, как-то, ну, как-то, ощущение правильное, понимаете, создает. То есть люди, как бы, не про деньги, когда мы их раздавали, это было не про деньги вообще. Потому что нельзя было понять, нисколько это будет стоить, нисколько это стоит сейчас. Это был просто такой акт, ну, что ли, дружбы. Вот. Что еще? А, да, у нас там еще история про будущее светлое. Так что я еще про него буду рассказывать. Я думаю, что стереотип есть, но у меня как-то получилось, что стереотипа нет. То есть я вообще неадекватный, аномальный человек. У меня ни сексизма, ни феминизма в голове вообще нету. Я ничего не понимаю в этом смысле. То есть как бы вот абсолютно считаю, что есть деловые качества и все. И если говорить о статистике, то есть в Яндексе действительно, конечно, меньше программистов, чем программистов, наверное, так же, как в любом. Но это такая историческая реальность. Тем не менее, есть очень успешные программистки. Вот, например, Оля, которая у нас сделала все, отвечала за все наши полгонщики. еще много лет сейчас, когда она ушла из компании, здесь временно всего рождения ребенка. Но важно, были очень существенные вещи, которые делались именно девочками-программистами. У нас руководитель группы верстки была и есть, найдена, сейчас она тоже после рождения ребенка меньше, у всем этого задействована. Но важно, чтобы были несколько очень ключевых моментов, где техническую часть делали девушки. А второй момент, который, опять же, статистически, я не хочу здесь провести какой-то подраздел, сказать, вот это так, это так. Но просто, если наблюдать картинку и посмотреть на нее чисто статистически, то видно, что очень много успешных девушек-менеджеров. Потому что, особенно, с техническим игралом, то есть, девушка начинает как программист, а потом выясняется, что, когда требуется найти компромисс, когда требуется довести дело до конца, когда требуется вцепиться в этот план, в эту задачу и довести ее, и объяснить людям, и собрать людей, и погасить конфликт, то выясняется, что девушка справляется с этим заметно лучше мальчик. А потом была шутка тэнчер, по-моему, если вы хотите, чтобы было сказано доверьте мужчине, если вы хотите, чтобы было сказано доверьте женщине. Но я не уверен, что это знаете такую шутку. Давайте еще раз скажу, я вам понятно скажу. Ну, в этом смысле, для меня я не понимаю. У меня нет озвучий внутренних и там, так же для Акаши. для большинства ребят, которые в компании с основания для нас нет этого разделения, но эффективно, статистически заметный перекос, очень много девушек-менеджеров, меньше программистов. Но успеха есть. Если говорить про акционную программу, если девушки-миллионеры, да, есть мультимиллионеры. Если вы про это, это есть точно. Фамилии нужны? А у нас два, то есть три, четыре. Сколько у нас директоров девушки? Лена, Женя, Завалишина, Катя, директор, юрист, Фадеева. у нас на Эконостасе там треть девушек, так что нормально. Эконостас у нас на этой страничке где фотографии выходит компании. Я могу еще на что-нибудь ответить, потому что да. Добрый вечер, я, Евгений из МДКУ. На самом деле нас много учат общаться именно и воспринимать идеи, и инновации. Такое модное слово. И мне бы очень хотелось узнать про инновации, которые есть в Яндексе. Что вы делаете реально лучше многих? Я знаю проекторы из них, но кажется с первого пуска это было бы более интересным услышать, тем более уже 15 лет на передовой все-мировой преследователь. Про инновации тут вот какая история. История такая, что мы как минимум первые две трети своей жизни, или половину, примерно как считать, мы не оглядывались или развивались без оглядки на существующие западные системы. Примерно до 2007 года нам не о чем было беспокоиться. Все, что мы делали, было абсолютно беспроблемно. Оно воспринималось аудиторией благодарной, потому что западные системы здесь практически не присутствуют. И это хорошо, это сильно не пощало нас, потому что мы сделали такие сервисы, которые, если бы мы думали о том, чтобы за кем-то что-то повторить, мы бы никогда не сделали. Вот, например, могу привести пример сервисов, которые, может быть, кто-то из вас часто пользуется, кто-то реже, наверняка слышали, «Яндекс.Маркетс». Значит, когда-то мы начинали с очень такой сумасшедшей идеей, которая непонятно была, сработает или нет. Взять и агрегировать через обмен данными в том формате, который мы тогда предложили, всю электронную коммерцию в России. При этом нужно было а, выстроить отношения с этими сервисами так, чтобы они нам передавали свои данные и получали личную замену. Потому что альтернативным путем было бы выбрать тот путь, который выбрали западные системы. Западные системы никто не пошел или почти никто не пошел по нашему пути. Они все пошли по пути такому, давайте мы просто браждебным образом скачаем весь контент с какого-то магазина, агрегируем таким образом этот контент и начнем этот сервис предоставлять. Какого рода сервиса. в нашем случае мы сразу как-то выбрали очень тонкую грань, как сочетать отношения с партнерами и вместе с тем построить сервис, который был бы полезным, обладал достаточной плотой и качеством. Плюс была идея с самого начала, основанная тоже на хардкорном сублинтрусном программировании. Были ребята, группа ребят, которые говорили, что мы сейчас сделаем вам искусственный интеллект по поводу выбора товара. И в общем-то мы в эту сторону всегда стреляли. Не знаю, что это у нас суперудачный проект, но у нас такая была система, она и сейчас есть под названием Гуру, которая задает вам естественным языком вопросы, а вы, отвечая на них, выбираете себе нужную модель. И вот это был наш такой селент-пойн, это был такой уникальный сервис, которого, в общем-то, не было ни у кого на Западе. Плюс мы постоянно учились взаимоотношения с партнерами так устраивать, чтобы партнеры получали от нас и в результате, если посмотреть за эти 12 лет развития, то, что их есть в масштабах России в рамках Яндекс.Маркета, это абсолютно уникальный сервис. Ничего похожего нет, то есть ни по охвату, то есть у нас 99% всей электронной коммерции России, ни по качеству сервиса, ни по качеству описания моделей, ни по удобству работы, просто ни у кого эта модель, как бизнес-модель, этот продукт, как бизнес-продукт, который одновременно окупается, не портит отношения с партнерами, которые его блокируют, в чартям собачьих, как это произошло на Западе, с огромным словом таких комбинационных сервисов, и в то же время делает хороший сервис для людей, ни у кого такая вещь не получилась. Но вот наша настойчивость, наша и абсолютно не оглядывалась, мы абсолютно не смотрели, как это вокруг, понимаете? если бы мы посмотрели, а, Яку сделала так, давайте мы тоже сделаем так, вот ничего бы не получилось, просто вообще ничего не получилось. Похожая история с Яндекс.Новостями, похожая история с многими другими сервисами, которые мы делали позже и сейчас, в первую очередь, думая о текущей ситуации, о ситуации на этом рынке и про эту аудиторию. Вот хороший пример Яндекс.Такси. Созрела ситуация, мы осознали, что сейчас вот у гугла нет этого сервиса, не потому что они его не знают, как делать и так далее, и так далее. Потому что там другая модель, ну вот, скажем, я не знаю, кто-то у Гентекси или там Юбер, кто видел, как это работает, там у них по-другому выстроено отношение, они тоже каннибализируют таксопарки, они не работают с таксопарками, они идут напрямую к водителям, то есть водитель ставит себе такое приложение и получает заказы. Вот это здесь не сработает в России. Во-первых, водители не такие продлины. во-вторых, ну я не знаю, там еще много причин можно найти, вот не знаю, у нас ребята, которые делают этот сервис, они лучше мне рассказывают, лучше меня понимают, почему это так. Но факт остается фактом, нам удалось, по крайней мере, вот пока, очень вовремя, очень точно по времени и хорошо по качеству, все-таки я считаю, хорошо, пользуюсь, у меня дети пересели, жена пересела, сделать такой сервис. И вот я не исключаю, я вот сейчас, вот я вчера шел по улице и где-то в Питере был. То есть в Питере. Здесь люди, да. Там на Невском, ребят, поймать такси нельзя. Я хочу вам заявить, как и все. Я очень обижен. Что такое вообще? Раньше такого просто, сейчас нельзя. А я базовый вопрос, идешь и вот, хочешь руками маши, хочешь ногами. То есть без такого сервиса просто, в принципе, невозможно обойтись. Я вот сейчас вот как-то начинаю думать про это глубже и понимаю, что, наверное, давайте я сделаю сейчас предикшн такой маленький. Вы знаете, я думаю, что лет через 5-7 вот этот способ такой логрит такси он просто вымер. То есть вот люди будут, 90% вещей будут делать и запах. Вот из вашего смартфона. Ну правда, там столько плюсов, настолько, и они в сумме начинают перевешивать. Это и безопасней, и у вас ситуация полностью трекабл, то есть вы знаете, кого вы вызвали и так далее. То есть там все становится прозрачным. Берин прозрачный, то есть вы можете из карточки просто снять деньги без денег вы можете ехать. У нас вокруг Яндекса столовая, которая кормит Бэджик. Знаете, Бэджик Яндекс является платежным средством. У нас примерно 20 ресторанов вокруг, на них можно есть Яндекса. И вот ситуация, когда у вас вообще ни копейки, ничего, у вас кармане, ничего, кроме Бэджика вы можете пообедать. Програмот, потрясающе, да? Даже карточку забыл. Та же самая история будет с Яндекс.Такси. Вы привязали туда карточку, у вас ни копейки, ничего, карточку забыли, кошелек, все, а на такси вы можете ехать. Сказка, правда? Потому что вы туда полгода назад привязали карточку. Я думаю, что такие вещи будут делать жизнь настолько удобней, настолько проще. И мне кажется, мы все будем пользоваться такими предложениями. Это правда. это кажется придет и это будет настолько доминирующим, что мы просто а как мы раньше жили без этого? Как мы раньше жили без сотового? Непонятно. Как мы раньше жили без такого способа вызова такси? Непонятно. Вот я думаю, что вот как-то так. То есть теперь, возвращаясь все-таки еще раз про инновации. Значит, смотрите, поскольку еще раз, наш внутренний драйвел всегда основан на том, что мы хотим, умеем, любим и делаем лучше всех самые сложные алгоритмические математические задачи. И вот когда пришла пора делать веб-поиск противого интернета, мы его сделали, когда пришла пора делать ранжирование, когда пришла пора делать любвистика на новом уровне, все задачи, которые нам приходилось решать, мы не боимся, у нас нет в этом месте проблем. возникла задача сделать машинный перевод. Еще там 8-9-10 лет назад даже понимания, как правильно его сделать не было. То есть то понимание, которое тогда господствовало, оно бело в тупик. То есть господствовало понимание, что можно найти очень-очень умных людей, которые называются лимфистами, и попросить их написать язык. То есть попросить их написать все языки мира и попросить их сделать так, чтобы эти языки один-другой по правилам переводились. И этот путь ведет никуда. Мы это уже тогда понимали, когда стартовали свой проект 5 лет назад, но у нас была абсолютная уверенность, что мы это сможем сделать. И буквально за 2 года мы сделали этот сервис. Сделали очень хороший. Мы сравниваем себя сейчас с лучшими системами того же угла или Microsoft и увидим, что мы по ключевым метрикам или лучше, или так ими. Еще один пример. Распознавание речи это совсем свежая история. 2 года назад ничего у нас не было. Ни одного человека, ни одной компанией, с которой мы работали, партнерской. Мы просто брали чужое распознавание речи. Очень сложная задача. Огромная предметная область. Десятилетия сотни человек лет. Туда вбито. Разных. Десятки, сотни, тысячи статей. И тоже ощущение, что все по плечу. То есть вот эта школа анализа данных, алгоритмическая школа, математическая школа, которая у нас есть, позволяет нам абсолютно ничего не бояться. Нет ни одной задачи искусственного интеллекта в мире, ни одной, которой мы бы боялись, которую мы не могли бы сделать. Это если говорить о внутреннем самоощущении и ощущении того, что у нас сейчас выходит из-под нашего пера. Теперь про Google Glass. Google Glass очень прикольная штука, я только очень сильно боюсь, что она никуда не взлетит. В том смысле, что пока, по крайней мере, пользоваться невозможно. Но здорово, когда у компании, в которой работает 70 тысяч человек, все-таки у нас 5 тысяч, а не 70, здорово, когда у компании, которая работает 70 тысяч человек, находятся ресурсы, чтобы сделать вот такие вот боковые проекты. Очень прикольные, очень симпатичные, вдохновляющие, люди начинают очень сильно про эту компанию здорово думать. То есть я не хочу сказать, что это сплошной пиар, нет, конечно. Люди, которые это делают, обязаны верить, что это обязательно взлетит. Но надо понимать, что это хороший продукт, в том смысле, что это комбинирование известных продуктов. Это комбинирование известных батареек с известным андроидом, с известной достаточно простой операционной системой, которую Google купил 4 года назад или 5 лет назад и доводит сейчас. Я не уверен, что как продукт для человека он будет нужен. То есть из того, что я сейчас читаю про этот продукт, из того, что я сам пробовал, трогал, пока этим пользоваться невозможно. У меня такое ощущение, может быть, я не правда. Но вдохновляющие идеи есть, условно, и я очень рад, что такие примеры хорошие компании показывают. Но нам надо двигаться своим бытем, и я думаю, что у нас тоже будут гаджеты. пока мы над ними сейчас не работаем. То есть гаджеты такие железки, которые можно взять в руку. Железный Яндекс какая-то волшебная, очки, пояс, кольцо. Знаете, кольцо есть, которое в вашем менеджере. А там ваше все. Там ваш ключ приватный. наушник сразу с поиском. В общем, много разных идей есть. Сейчас браслеты и часы очень мотают, потому что они одновременно многое могут делать. Они могут измерять ваш пульс, они могут смотреть, следить за тем, как вы ходите, сколько вы ходите и сколько вы делаете. Они могут что-то еще полезное делать. Время показывает на часы, а вот просто браслет. Нет, браслет, он еще на самом деле в нем может быть ваш токен, ваш отрисованный девайс. Я не знаю, у вас не так как бывает. Да, 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 да. Но тоже в общем-то и понятных простых достаточных компонентов для стопа. Я не знаю, что из этого станет жизненной потребностью и необходимостью. Задавайте вопрос, пожалуйста. Добрый вечер, меня зовут Дмитрий, город Петь. Вы изначально рассказали, что вначале вы занимались программирующими сайшной перформой, а потом как вы пришли к руководству, вы не сказали, как произошел этот переход и почему он произошел и не замечательный походу? Ну, довольно полезно перешел, то есть я пытался еще вернуться, заныривал в последний раз, по-моему, восьмом или девятом году, что-то такое написал, ускорил Яндекс на 7 процентов, был очень горд. Вот. Причем... Вот. Но после этого еще через годик помогал этому парню сделать тоже достаточно сложный алгоритм. Вот. Тоже очень был горд. С его помощью уменьшилось количество дублей выдачи заметно. Назывался он РД-5, так сейчас помню. Вот. Вот. Но нет, чего-то такое к сожалению почти не пишу. Переход был довольно болезненный, я все время играющим тренером был, все время старался играть. Первый, вот даже уже когда Яндекс получил инвестиции, инкарбарировался, стал компанией, наверное, лет 7 или 8 я продолжал вот поугасающей одновременно и как-то вот быть менеджером и одновременно писать, то есть быть играющим тренером. На последние вот 4-5 лет ничего не пишу. Но много разговариваю и примерно понимаю, сколько стоит, чего написать. Поэтому меня не проведешь. То есть в этом смысле опыт для вас полезный. Вот. Ну, слежу за новинками, читаю хабры и слежу внимательнейшим образом за изменениями в языке. То есть ну как-то нет, не сказать. Если под угрозой расстрела, если меня выгонят из Яндекса, у меня есть два сценария. Значит, первый сценарий пойти водителем грузовика. у меня есть такая Аня рассказывала про Дети Марии. У нас в каком-то там тоже 10 лет назад в году был момент, когда очень нужен был автобус в студии и представительство Toyota подарила старую Toyota. Ну, как подарила. Продала, но дешево. Вот. И и и фокус был в том, что там было 14 мест. 14 мест тоже водительские права категории D. Категории D значит, нужно было кто-то получить, а в студии никого не было. Поэтому я пошел, честно, два месяца отучился на каком-то жутком лазе. Очень интересно. Никто автобус не возил, вас, нет? Очень прикольно. Там ребята такие, работяги все, конечно. А я был, кстати, более-менее хорошим водителем, потому что у меня было много лет опыта вождения микротобуса. У нас был микротобус восьминестный, вот транзит был старенький, потом был новый. То есть у меня был семилетний опыт, и я понимал, как габариты устроены, как заруливать. И я помню, что я сдаю, даже еще не экзамены сдаю, учился, и вот я сажусь, так сказать, ставлю на передачу, а трогаться там на второй надо. Я говорю, слушай, это какая? А ну там такой ход рычага. Я говорю, вторая, четвертая или задняя? Он мне говорит, ну ты пока не тройся, ты что, ты же не поймешь, ты тройся, ты поймешь, ну что ты меня строжишь? Вот, так что, ну вот так что, воинку развлекает и первая, и вторая, ну программистам, программистам под угрозой расстрела, вполне, под угрозой голода семейного я вполне смогу, я думаю, лучше на чем-нибудь таком просе, там на питоне что-нибудь понять, кинесайте, как-либо, с удовольствием. Не опозорюсь, не опозоришься. Денис Берик, я хотел бы задать такой вопрос, я для того, чтобы узнать погоду, хожу на Яндекс.Погода, но прогнозы зачастую не совпадают с действительностью. Почему так, когда исходят? Это очень-очень хороший и глубокий вопрос, но голосовский, смотрите, дело в том, что вот у нас вся наша школа анализа данных, вот наши 140 выпускников, которые работают, они в основном заняты искусственным интеллектом и искусственный интеллект моделирует поведение человека. То есть все, чему учат у нас в школе, мы учимся, как предсказывать человека, что он любит, что он не любит, что ему кажется полезным, что ему кажется бесполезным, какой перевод ему нравится, что он сейчас сказал и что человек сказал и машина должна понять, что он сказал. То есть мы все время читаем человека, мы все время предсказываем человека. А с погодой это такая фишка, Это, говорят, не человек, а Бог рисует погоду И поэтому нужно предсказывать и угадывать совершенно другое существо А у нас про это существо никаких алгоритмов в школе анализов данных Я, конечно, шучу Но на самом деле это просто действительно не наша область И мы просто берем чужие данные в этом месте У нас нет датчиков по стране, и мы еще не занимались предсказанием А вообще хороший вопрос, можно заняться на самом деле Я только не знаю, если там бизнес Но тема очень интересная По крайней мере в одной области мы уже занялись предсказанием Пониманием того, что нам оставила природа, матушка Это в месторождениях, и у нас есть такой проект Яндекс.Террора И есть несколько человек, а вот как несколько человек А может, наверное, два или тридесятка человек работают из смежной нам компании Которые заняты как раз предсказанием, где есть месторождение И они используют нашу алгоритмическую основу, нашу вычислительную основу, платформу Так что немножечко за стороны мы движемся Но погода пока не дошла Здравствуйте, меня зовут Роман Я в другой стране, да Девушки, дай сказать, да? Давай говорим А у меня вопрос, я не знаю, микрофон, наверное, не работает А у меня вопрос по поводу ошибок Вообще были они, не сбивали или направляли, вдохновляли? Как? Вот ошибки в работе какие-то Ой, у меня заставили врасплох По-моему, я не отвечал еще на такой вопрос А может, отвечал и забыл Поэтому мне сейчас немножко сложно Ну, наверняка и безусловно было много ошибок А, ну да, вот, пожалуйста, недавний пример Мы пытались сделать года три назад перед IPO И даже пытались сделать эту историю большой Запустить такую новую бизнес-модель вокруг локальных бизнесов И потратили довольно много сил И сделали продукт под названием Яндекс.Справочник И придумали, как там продавать рекламу, но он не полетел То есть, вот, значит, надо все переделывать Значит, мы все сделали не так Это вот пример такой ошибки И, на самом деле, довольно много таких сервисов Которые не полетели У нас есть кладбище делать проектов, естественно В Яндексе, где-то страничка такая Можете набрать, посмотреть Там туда относят покойников Вот, памятники к ним стоят То есть, все как положено Но, ну, что поделаешь Действительно, не получают, не получилось Люди не полюбили Или там, как давно выгорело само То есть, вот, тема эта кончилась Ну, ничего К этому надо относиться философски Вот, если говорить о каких-то проектах О каких-то вот таких серьезных ошибках Которые как-то драматически повлияли на судьбу компании Ну, не могу сказать, что какие-то такие вот были Например, разрушительные ошибки За которые полкоманды ушло У нас такого, к счастью, не было Были, нет, были ошибки Вот, когда мы, например, я помню Покупали компанию Я не хочу сейчас детали даваться конкретно Какие, но были случаи Когда, вот, например, мы купили эту компанию А выяснилось потом уже Что продавцы этой компании Они умудрились там рассориться И разогнать полкоманды Непосредственно перед продажей нам И мы купили непонятно что Но выяснилось это уже позже Но это была ошибка Но и трагическая ошибка Для ребят, которые вот там внутри Этой маленькой компании Двившейся в нашу Оказались Но для нас тоже урок такой Существенный Мы должны думать внимательно И смотреть, кто там работает Что это за люди и так далее Но в следующий раз В следующие попытки можно делать аккуратнее Хотя Все приобретения компании Для нас непростая история То есть нельзя сказать, что все Они удачные Очень часто Так оказывается, что Ну это, кстати, типично для Большинства приобретенных компаний Во всем мире Как правило, очень редко бывает так Что основатели компании остаются То есть 2-3 года проработают И потом уходят То есть вот такая история Не знаю, ошибка это или нет Это просто естественное движение Такое движение Вот так вот Спасибо, можно я задам вопрос Меня зовут Роман Я председатель Тименского госуниверситета У меня такой вопрос Как вы строите свои отношения С органами государственной власти Я вспомнил, что произошел такой информационный скандал С увольнением головы РЖД Ну было такое Медиапространство И там очень был ягод замешан Все-таки это уже мощный такой информационный ресурс И как вы вообще устраиваете свою политику В этом поле? Спасибо Ну на самом деле мы действительно очень долго отникивались от роли мощного информационного ресурса Потому что и продолжаем себя внутренне считать такими ботаниками Людьми, которые заняты только математикой Которые ничего про политику не понимают Или она неинтересная Во многом так оно и есть Это наша внутренняя политика компании И она публичная, она декларированная Мы действительно считаем себя людьми Нейтральными, максимально нейтральными Независимо от привидиозных Гендерных и прочих предпочтений В том числе сексуальных, извините Неважно У нас в этом смысле полнейший нейтралитет Но, значит И при этом, к сожалению Если посмотреть на Текущую ситуацию политическую В России В других странах как-то по-другому В России прямо сейчас она такая Что слишком много внимания Уделяется какой-то не очень значимым вещам В том смысле, что Ну скажем Вот классический пример С этой дурацкой историей про Нейкун Значит Яндекс.Новости всю жизнь Именно там 2 или 3 года последних Делала Поскольку Когда новость появляется Там часто так бывает Что сам сайт На котором собственно На котором собственно Главное это зашло Какой-нибудь видеоролик Или какой-нибудь Не знаю Какой-нибудь свежезапущенный сайт Каких-нибудь госорганов Или какая-нибудь Свежая новость На каком-нибудь иностранном языке Так часто оказывается Что собственно На этом сайте Никакого текста нет Читаемого для пользователя Читаемого Поэтому мы много лет Уже делаем такой трюк Мы берем новостные сообщения И делаем такой Ну репрезентацию Такой сниппет Как бы описывающий события А ссылочку ставим На оригинальный Вот Куда-куда Ну и как-то получилось Что года два Мы запустили Мы не пишем там Найдерная посылка Ну потому что Она не совсем ссылка Это из новостных сообщений Собрано Непонятно было Что написать И никто и знать не знал Что мы так делаем Все пользовались сервисом Потому что А находит Б Тот самый юрей Тот самый адрес Который нужно Описание релеванта И никаких проблем Два года не было Пока не случился Этот дурацкий казус Состоящий в том Что Ну вот как бы объективный То есть там Все средства массовой информации Центральные Написали Что В 3 часа На 15 минут Вот по этому адресу Будет написано То-то-то И целый кластер И я новости Там коммерсант Еще кто-то И все это написали Поэтому Яндекс.Обс Совершенно автоматически Взял вот этот адрес И писал слова Изберя новости От себя От себя Вот На выдач Это показалось Но Теперь Яндекс.Обс Оказался виноват Ну Будьте Не пойдем Будьте Аккуратнее Будем писать Что Это не текст сайта Это текст с новостями И так далее Буду ничего страшного Исправить Но В этом как раз Не было никакой Болитики В смысле Что у нас Не было никаких Трений Или каких-то Там Проблем Или каких-то Разговоров Политических На этой теме Были другие Такие-то истории В прошлом Когда Приходилось Разговаривать А В данном Конкретном Обезвозе Чисто технически Абсолютно Не несет Никакой Политики Просто Из него Раздули Причем Даже Не Яндекс Не правительство А там Журналисты Скорее Ну Вот Как это Ну Следующий вопрос Здравствуйте Меня зовут Сергей Я хочу вам даже Два вопроса Первый касается Яндекс Простите Простите Дому вас Эту тему Защищите Он сейчас Работает Только в Москве И Петербурге Когда же Вы планируете Продвигаться На рынке Других городов Во-первых По-моему Еще где-то Я не уверен Я не уверен Я не уверен Уже где-то По-моему Еще несколько городов По-моему А теперь Когда будет Я понял Ваш вопрос Я могу Даже Наверное Сроки Назвать Я думаю Что до конца Года Будет Довольно Это чуть-чуть Дальше И второй вопрос Вы программист Программистам нужно самообразовываться Бывало ли у вас такое Что вы что-то ищете в интернете В Яндексе И не можете этого найти Смотрите Самообразовывался Я еще когда-то давно По книжкам Что ставил в очередях Начали 90-х годов Когда вышел в интернет То конечно Самообразовывался в интернете До примерно 2008 года У нас не было Мирового поиска Вообще То есть Мы занимались У нас довольно В тонкий слой Западных В основном Страничек Домашних Но основных Главных Страниц сайтов Которые Мы как-то Вдаскивали в нас И этого нам хватало Существенным образом Для потока Нашей аудитории Потому что По-моему 90% Аудитории Не требовалось Амбийск К нашему Вообще Рактузыч С 2008 года У нас Был первый запуск В 2010 В 2011 В 2012 У нас сейчас Довольно большая база Амбийская И мы Очень интенсивно Работали Над качеством Особенно В прошлом И за прошлом году Над качеством Довольно Поэтому Я сам Лично 90-80-90 Всей западной Технической Литературы И информации Наслажу сейчас На Яндекс.ру И на Яндекс.хо И это Очень важный принцип Это принцип Что-ли Ешьте свой Собственный Догфуд Если вы не едете Никто из них Не будет Поэтому Я ищу Яндексе Но у меня Нет никаких Религиозных Проблемств Поймите Я и к Му Хорошо отношусь И к Микроскопу Хорошо отношусь У нас нет Вообще Компании Запретов На использование Гугла Или еще Чего-то Такое Или там Оставьте Гугл Всяк Сюда Входящий Нет Ничего Такого Погнал Какой-то Полтик Не может Я всем Снимаю 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 Здравствуйте Можно следующий вопрос Здравствуйте Меня зовут Илья Я представляю Бутыл Именно Вам Такой вопрос Вы как большая Информационная Компания Не только Предоставляете Свои пользовательные Информации Но также Собираете Информацию О них Например Такие сервисы Как Яндекс Пробки Яндекс Такси Яндекс Навигатор Вы получаете Большой Объем Информации О перемещениях И такой вопрос Связывались ли С вами Службы Российской Федерации Дайте мне Эту информацию Вас забрать Вау Нет Если коротко А если Длинно То Вот такая История Она Примерно Следующая Прямо сейчас Большинство Наших Мобильных Приложений Они Не привязаны К пользователю Почти не привязаны Ну там Такси Привязано В смысле Что Там Есть Ваш Телефон А Яндекс Карты Яндекс Навигатор И другие продукты Там электрички Метро Они Не привязаны К пользователю Это С одной Стороны Хорошо С другой Стороны Это Не очень Хорошо Потому Что Мы Смотрим На то Что делают Наши Конкуренты Наш Любимый Конкурент Google И другие Неми Любимые Конкуренты И мы Видим Что Они Стараются Эту Информацию Естественно Разрешение Пользователя Получить И улучшить Как бы Жизнь Пользователя Вот У них Есть такой Продукт Google Нау Сейчас он Называется Google Search Не ошибаюсь Я не могу Сказать Что я Помог От него Востоль И Точно так Я не Разделяю Востоль По поводу Google Я Очень Ценю Пиар Компанию Очень Ценю Пиар Команду Google Но Как сказать Сексерс Не бьется Учащенно От этого Продукта Там идея Примерно Такая Как вы Говорите То есть Берутся Все ваши Поездки Все ваши Маршруты Независимо От того На каком устройстве Вы их построили На каком устройстве Вы куда-то ехали И Ваш Телефон Ваш Андроид Приезжает Ваша История Постоянно На шлеменном экране Вы открываете Андроид А тут Вау Тут последний Маршрут Который Вы прокладывали На диспот И это сделано Благодаря тому Что Вы везде Залогинены И залогинены Потому что Андроид Сам по себе Требует Логина То есть Вы запуская Андроид Незаметно Для себя Включаете Функцию Слежения За собой Сар Просто включив Андроид Ничего еще Не сделает Понимаете У Яндекса Таких мощных Возможностей Пока нет У нас нет Андроида Но Но Мы понимаем Почему Это надо Если отбросить Сторон Трестерологии Отбросить Сторон Чудем Я накрою в сторону Историю Про Органы И так далее И так далее Которые Придут И так нас Просит Но Однажды Просит Историю Все равно Понятно Почему Это Потому что Накапливается Информация И это Помогает Вам Искать Запросы Вы вытаскиваете Вы Говоря Вечером Около Какого-то Кафе Свой Телефон А там Написано Поскольку 120 человек В это Время Традиционно По пятницам По пятницам Находясь В кафе В 6 часов Спрашивали Такси То вот Пожалуйста Нажми на кнопку Вызг на сей Ну Пример Или там То есть Или делали Такие-то Такие-то Поиски Куда-то Куда-то Ехали Спасибо Добрый день Меня зовут Доктор Я люблю Я Люблю Я Скажите Пожалуйста Вот такой вопрос Я представляю Даневосточный Федеральный У нас есть Инкубатор Называется Терра-креатива Но просили назвать Обязательно Так вот Там вот много Молодых идей У которых возникают Идеи Относительно Интернета Относительно Сайтов Проектов И Вот такой вопрос Каким образом Можно Из опыта Не имея опыта Как-то их протестировать Понять Стоит Над ними Дальше Работать Я думаю Что у многих Здесь тоже Есть какие-то Идеи Мысли Возможно Какие-то Консульсации И такое И второй вопрос Если можно Пожалуйста Вопрос С финансированием Я думаю Если Ваша компания Вместе Интересный проект Есть ли возможности Кремовое Минфинансирование Непродажное Спасибо большое Ну По поводу Тестирования Я не знаю То есть На самом деле Лучший способ Тестировать Найти аналог И понять Как они Летят Или не летят И получилось Что-то сделать Такое же Или эта идея Абсолютно Оригинальная И ни у кого Ничего похожего Нет Или она оригинальная В какой-то Области В какой-то Предметной области Или она Оригинальная В каком-то Районе В какой-то Стране Вот Это Просто Ну Человек Должен быть Не без этого Опытным Но он должен Не бояться Искать Похожее Не бояться Смотреть И пользоваться Похожее Поставить Себе Это приложение Подключиться Зарегистрироваться На этом сайте Чтобы понять Что это Такое Такой опыт Без цены И он Важнее Не знаю Какого-то Супер Многолетнего Опыта В интернете Вот мне кажется Как-то так А второе Это Профинансирование Мне кажется Что Во-первых Мы много раз Пытались Стартовать Программу Под названием Яндекс Старт Она так называлась Яндекс Старт Но Я не могу сказать Что это было Очень большим успехом То есть Мы довольно Два раза По моему По несколько Проектов Профинансировали И Даже Три раза Но Как-то на стабильность Такой Получилось Но Последний Наш Этот опыт С финансированием Это Как раз Толстой Кэмп О него Рассказывали Или Может Надо рассказать Да Хорошо Тогда у нас 1 июля Вчера Стартовал Толстой Summer Кэмп Извините за Мой Веритая Инглэш Значит Это Такая Штука Такой Инкубатор Внутри Яндекса Мы обнаружили Что у нас Целый этаж Пустует Ну на самом деле Ну в общем Сделали Вид что у нас Целый этаж Пустует Освободили его И позвали Сколько команд Знаете Сколько у нас Сколько команд Здесь 62 Да Надо поискать Яндекс В общем Был большой конкурс По-моему Несколько сотен Заявок было Было отобрано Несколько десятков команд Тут я точно не ошибаюсь Сотень Десятки Потому что от десяти Доставили все десятки Вот И сейчас Они все сидят Наработают Я сегодня как раз их видел Был на этом этаже И Финансирование Яндекса Идеи остаются Во владении ребят То есть ничего не выкупаем Ничего за это не требуем Просто вот такой Такая приятная Такая приятная фабрика Двухгалка 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 Но у нас тут какие-то Символические права Если нам понравится проект То мы можем за счет Профинансировать Получить за этот год Вот примерно Доги Так что Да Так что вот А пока это чистый Пионербагерь Бесплатный Спасибо С очень хорошей Хорошей атмосферы Очень фалантливые ребята Просто все поступают Здравствуйте О, сейчас Мы тут один вопрос С первого Я вам даю Хороший Хороший Символический вопрос Психолога Консультанта Я отвечу так Что Вот что происходит С учителями Мне кажется А, вопрос Повторю Исчезнет Профессия Психолог Из-за появления Профессиональных Помощников Вашим Смотром Вот мне кажется Что Все, что касается Знаний Все, что касается Суммы знаний Оно существенным Образом Будет Оно Действительно Как-то переползет В приложении В интернете Но Все, что касается Мотивации Все, что касается Гайданса Все, что касается Взаимоотношений Направления Человека Оно все Останется Человеческим Это вот история Про образование Я вот наслушался Начитался И насмотрелся Я сам как-то стал Причастен В последнее время К образовательным Разным Инициативам И вот у меня Четкое ощущение На современном Онлайн Инициативе Я четко Сейчас понимаю Что Традиционная Профессия Учителя Как человека Переносящего В класс Сумму знаний Пересказывающего Эту сумму Учителя Ученикам Вот эта профессия Замирает Остается Другая профессия Профессия Учителя Как мотиватора Как человека Который Дохновляет Поощряет Но сумму Знаний Уже Вот так вот Физически Неразвискап Носить не надо Долго Это все Извините В этом смысле Я думаю С психологом Тоже Что-то такое В этом истории Здравствуйте Меня зовут Тойко Ручая школа Экономики Москва У меня такой вопрос Я по роду Действенности Знаю Что Такие платформы Как например Mail.ru И о новости Информационной Агентства Агентства Сотрудничают С блогерами Очень интересно Отношение Яндекса С блогерами И имеются ли Какие-то совместные Проекты Или планируются Для Агентства Спасибо Я честно говоря Ничего не знаю Про отношения Агентства Новости И мою руку С блогерами А что конкретно Какой сервис Я просто С блогерами Форум блогеров Мероприятия А мероприятия То есть собирают А у нас тоже Такие мероприятия Проходили Когда мы Занимались Такой И просветительская деятельность Рассказывая Как работает Поиск по блогам Как работает Яндекс.Новости Мы собирали Довольно часто Блогеров И с ними общались Но это была Такая попытка Налавить Контакт Объяснить Рассказать Открыться Вот Почему это осталось Вам Попытка Сейчас Производится Производится Я не знаю Когда последний раз Было Я не помню Если честно Но Я думаю Что во многом Ситуация Меняется Потому что Социальная активность Меняется Сейчас То что Блогерами Становится Пользоватые Социальные сети И Это часто Переезжает На площадку Социальных сетей Facebook проводит Такие вещи Вконтакте Проводит Такие вещи Нет? Не проводит? Но вконтакте Ладно Может не проводят Нет Facebook Точно проводят Для активов Пользоватых Своих Нет? У нас нет сервиса Такого Который бы Был Про социальные Медиа Понимаете? У нас есть Техническая Агрегация Типа Топ Поиска По глобану Топ Новостей Это технологическая Агрегация Мы подробно Рассказываем Как она устроена Что там внутри Почему так Сейчас Почему не так Как надо Почему Как мы считаем Так надо А не так В этом смысле Мы стараемся Быть максимально Открытыми Но У нас нет сервиса Монетизации На блогерах То есть Мы не Контентблогеров У нас нет Блогерной площадки Прямо все Большое Жен У нас И наши Союз И Facebook У нас И в Татате Ну так Вот так Добрый вечер Меня зовут Ольга Белгородский Государственный Университет Вопрос такой Вот сейчас Произошло Ужесточение Закон о защите Аторских прав И многие Компании Начали уже этим пользоваться Например На сайтах Закрывшихся Электронных библиотек Появился план МТС А есть ли у Яндекса Какие-либо планы По этому поводу И может быть Есть какие-то проекты Создания официальной Яндекс-Индиотеки Вау Значит Про Яндекс-Индиотеку Скорее нет Черда Хотя Мы работаем На сервисе Яндекс-Книни Таким Который позволит Людям Легальные книги Читать Ну и может быть Искать нелегальные Если мы напишемся На душах Что он Происк Что касается Нашей Условно говоря Тем, чтобы Мы воспользовались ситуацией И как там Отыграли Этот несчастный закон Закон На наш взгляд Не очень здорово написан Мы его активно критиковали И к сожалению Нас на сему послушали Заплатала точка зрения Не интернет-сообщества Заплатала точка И не интернет-сообщества А заблокала точка зрения Традиционных Медийных бизнесов Которые Не только Подавили свою Позицию Это еще пол-людей Проблема в том Что они юридически Неграмотно Подавили То есть там диалог Не получился Там не получилось Какой-то правильно Сформулировать Там столько ошибок Что прямую Уприменить нельзя Но я надеюсь Что его прямую Применять не будут А выработается Какая-то Правоприменительная практика Которая будет Более-менее разумная Но то, что там написано Это Не очень грамотно Вот И Собираемся ли мы Как-то Крапитализировать Этот закон Нет Мы собираемся Мы собираемся Его исправить Как-то Если не удастся Про будущее Тут уже Хорошо Будущее Что будет в будущем Сейчас Дать попу Ну Давайте Какие-то очевидные вещи Сформулировать Которые так понятны Прежде всего Растет поколение людей Которые не знают Что такое компьютер Традиционно Растет поколение людей Которые могут сделать Все в интернете Без компьютера Они будут Делать со смартфоном Или в лучшем случае С планшетом У этого устройства С которым Все будет сделано Несколько Очень принципиальных вещей Во-первых Другой Более понятный Более примитивизирующий С одной стороны С другой стороны Помогающий Делать вещи Быстрее Интерфейс Гораздо Больше Сенсоров Таких Сенсоров Которые Понимают Где вы Находитесь Двигаетесь Вы сейчас Или нет Гироскоп Там встроен То есть Он понимает Как Компас Речь Распознается Камера Не одна А две Камера Понимает Умно Может понимать Что там Что Сейчас В объективе И В эту сторону Совершенно очевидный Вопрос Будет происходить Развитие Будет появляться Все больше И больше Продуктов Которые Очень сильно Связаны Упвиняют Вашу жизнь И сильно Связаны С вашим Вашим Успросом Спасибо Вам Это Как-то Более-менее Очевидно Но Даже Из этого Есть много Вещей Которые Даже В традиционном Интернете Тоже Меняются Мне кажется Что Этот Мобильный Интернет Он Задал Вектор Всему Интернете То Что Вы Можете Сделать В интернете Вашем Вашем Устройстве Можете Приложение Вся Приложение Покупайте Дилет Очень удобно Представите Приложение И Делаете В кино Или Заказываете Такси Все Действия Которые Сейчас Так удобно И просто Делают Все Сосредствующие Приложения Они Будут Становиться Еще Удобнее Еще Проще Можете Более Интегрирован Что Вы Сделали Недавно Это Попытка По сути Насытить Такими Приложениями Обычный Поиск Поиск Особенно Мобильный Устройство Сам Стал Такие Приложения Что Делала Инфракция Может Прямо Из Поиска Взять И Прямо Из Поиска Взять И Против кино Вот Такие Вещи Они Будут Доезжать До Чего Что Измени Вот Ну Не знаю Так Трудно Сказать Очень Много Будет Связано С тем Что Устройство Будет Предсказывать Что Будет Дальше Я Думаю Что С Этим Будет Подсказывать Чего Такое Вам Кричать Шуми Инфибрировать Моргать Намекать Будете Смотреть На экранах Будет Вам Сразу Что Такое Очень Возможно Будет Индификация Будет Вещи Которые Вас Будут Распознавать По Голосу Вас Будут Распознавать По Рису Это Очень Сложно Это Уже Сейчас Работает Пароль Отменится Я Ненавижу Пароль Пароль Исчез Это Будет Самое Большое Изменение В жизни Человечества Исчезновение Паролей Кто любит Пароль Кто их Запоминает Все На всех Сайтах Никогда Не забывает А когда Требуют Поменять Четыре Класса Символа Идеально Меняет Четыре Человека Есть Можно У меня Вопрос На самом деле Вопрос Кле Я Внизу Здесь Это Я Начинал И Как раз Я Про Качать Я Знаю Что У вас Самолет В 5 Утрам И Как -то Вы Так Восемь Человек Там И Восемь Там А еще По восемь Сидит Желающий Я буду Слышать Ребята Извините Что я Стоять Так Долго Я Буду Жду Они Радуются Вопрос Что Вы У нас Требят Я Что Я Стоит Здравствуйте Александр Екатеринбург Знаете Я даже Вопрос Передумал Задавать Я Хочу На самом деле Выразить Вам Огромная Благодарность За Ваши сервисы Которые Отборчивые Вы Отжиры И Еще Если Позволите Могу ли Рассказать Короче Мую историю О том Насколько Ваша Компания Классная Наша Наша компания Да Я Не буду Применять А давайте Можно Принцип Я Как и все Здесь Сидящие Взади Студенты Значит Прошлый Семесстр К нам Пришел Преподаватель И он Сотрудник Яндекса Вот Значит После того Как он Нам Прочитал Семесстр Дисциплину У меня Был Такой Эффект Вау Я Столько Всего Узнал И После Короткого Разговора С ним Он Мне Сказал Что Он Ведет Пары Шаги В школе Анализ Дан Я понял Что Туда Нужно Обязательно Попасть В общем Определенно Усилие К этому Преименил И Позавчера Мне пришло Письмо О том Что Да Приходи Я Очень Рад Поздравляю Ура Спасибо Могу Увидимся Шаги Спасибо Спасибо Здравствуйте Добрый вечер Меня зовут Настя И вот Мне интересно Вот в гугле Насколько Хорошо О вас Знает И Считает Может Опасается Или Уважает Вот Эту Компанию На гугл Г Вот Вас Вы знаете Я думаю Что Нас Знают Специалисты И Руководство Компании Инженеры Люди В поиске Нас Хорошо Знают Потому Что Мы Вполне Себе Эспект Как Собъем Компании Но Ведь Эта История Не про то Что Знают И не знают Смотрите Я вот Тоже Про это Вчера Что-ли С кем-то Разговаривал Очень Похожая Была Тема Такая Самоощущение Самоуважение Не возникает От того Что Там Иностранцы Тебя Похвалят Вообще Говорят Потому Что Ну Как Ну Хорошо Что Они Про Тебя Знают Хорошо Что Они Тебя Похвалят Это Ничего не значит Считают Они Конкурентами Миры Борьбы Не на наших Рынках Не на тех рынках Куда мы пытаемся Выйти Турции И так далее Нет Там Все в порядке Нормальная Честная Конкурентная Борьба По полной Программе Каких-то Сверх А В смысле Хотели мы И продаться Например Или там Был Такой Дизна Был Было Десять Назад Мы Вели Береговоры О Продаже Но Что-то Как-то Лиши Остальные А вот Мне Еще один вопрос Мне просто интересно Какой сайт У вас Стартовый Браузер Просто интересно У меня Стартовом Браузере У меня нету Стартового Сайта Браузера А браузер У меня Янгс Браузер У меня Все браузеры Понимаете Я вообще Существую Не типичные У меня Вот там Еще два Телефона Еще четвертый Все Разбесистые Какие Семь Windows Android И iPhone А Был четвертый Был Семь Сейчас Его нету Но Был второй Android Сейчас Тоже Три Телефона А иначе Никак Ты не поймешь Что происходит Понимаете Иначе Останешь Спасибо Здравствуйте Иначе 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 Я Семь Семь Читает Иначе А Дальше Мы Зарабатываем Миллиард Здорово Мы Зарабатываем Умение Работать С огромным Объемом Данных Будем Применять Не обязательно В поиске Но и в более широком спектре Человеческих проблем И первой ласточкой Была как раз Яндекс Терра Это Почему Собственно Она у нас Вазипа Потому что И я Открашиваю Оба Без зимних Геоводов Геофизик Точнее И так получилось Что мы Оба бросили Свою специальность Занялись Чистым компьютерным Сайенс Искусственным Интеллектом Но Тем не менее Вот эта родственность Она сохранилась И в частности Вот пришли Старые знакомые И мы Предложили Сами Давайте Попробуем Нашу платформу Нашу платформу Применить Геологические задачи Это было нам интересно Тогда Тургода назад Никто этого не делал Мы специально Привели анализ Никто Вот Технологии Мамфри Кьюз И там В нашей технологии ИТ Которую мы Сейчас Используем Это Яндекс Террес Называется Что называется ИТ Вот эта ИТ Она нигде Не использовалась Скорее как Поиски А Технологически Она применима В гораздо больше Универсальном смысле И мы стали Сначала По сути Нам На договорных Начала Мы просто работали И учились А когда научились Когда перенесли Первую пачку алгоритмов И мы поняли Что это дешево Эффективно Не требуется Супер компьютер Не требуется Супер сложные системы А можно Большой класс Геологических задач Решать На серийном Таком оборудовании На едином пластере Там В 20 тысяч компьютеров Которые у нас установлены Понимаете Вот когда мы научились Это делать Дальше мы Вот Когда Год назад Примерно Создали эту компанию Яндекс Тера И идея такая Что Приходите к нам Лечиться И слоненок Лочиться То есть Приходите к нам Все компании Которым нужны проблемы Мы сможем Вас Общитлять Мы сможем Вам решить Создать Аплодисменты Мы сможем Надеемся Что на лечении Вот этих Слоненков Мы сможем Заработать Много Много Демей Потому что получается. Спасибо. Здравствуйте, меня зовут Антон. Я хотел бы спросить одно. У вас гора сервера о приложении, да? И главное, я хочу видеть Яндекс.Деньги. Так как имея поисковый вид, пользователь, если увидит ошибку, он просто не станет пользоваться этим сервисом. Но вы от этого ничего не потеряете, кроме самого пользования. А ведя связь с такой сервисом Яндекс.Деньги, вы несете ответственность за их личные финансовые средства, операции с ними и так далее. То есть вы пошли на такой риск только для того, чтобы привлечь новых пользователей? Так как я не вижу коммерческих... Нет, нет, нет. Это была абсолютно необходимость в начале 2000-х годов. Дело в том, что в интернете полностью отсутствовали средства платежей онлайн. Кредитных карт в стране 10 лет назад не было, товарищи, дорогие товарищи. А те, у кого они были, они не использовали их в интернете вообще. Они засовывали их в банкомат, принимали всю зарплату сразу же, все 100%. И все, из этой зарплаты уходили. Но вы же никакой процент не получаете с этого сервиса. У нас действительно этот процент маленький. Действительно этот проект не, ну что ли, не основной наш проект. Тем более, что существенную часть этого проекта продали Сбербан. Мы платим только 25%, правда, с правом управления. Но важно, что мы понимали, что без этого не будет онлайн платежей. Без этого не будет оплаты за нашу рекламу. Мы не могли деньги собирать за рекламу вообще. Понимаете? Мы не могли продать рекламу в онлайне. Ходить Сбербанк и бумажки заполнять – это кошмар. Люди страдали. И поэтому мы с этим боролись, вот с этой проблемой. И как-то ее вот так победили. И долгое время это был наш основной, как бы, очень существенный канал платежей. Но, кроме всего прочего, это, конечно же, peer-to-peer платежи. Это способы самого разного использования. Это оплата на покупку игрушек, кодов. В магазине можно заплатить кучу всего. Билеты можно купить. И так получилось, что мы довольно много, в силу нашей последовательности, довольно большое количество пользователей в потере этих сервисов. А что касается безопасности, на то у нас и алгоритм тут есть, как раз шифрование, типичная математика. И понимание, как это делать, как это делать безопасно. То есть, когда вы выделите сервис, вы будете полностью уверены в его стабильности? Ну, если бы не были непонятными. Конечно, мы были абсолютно уверены. Вы понимаете, тут есть такой миф, что интернет – такая небезопасная среда. Он такой довольно активно мотивируемый. И с этим можно бороться только пропагандируя обратно, и объясняя, как жить в интернете безопасно, и как, ну что ли, соблюдая определенные гигиенические нормы… Ну как, ну, если вы будете грязными руками, землей есть помидоры каждый день. В результате у вас возникнет какая-нибудь улучшенная инфекция рано или поздно. Не сегодня, так завтра. Ну так и в интернете. Но есть какая-то определенная гигиена, которая позволяет… Ну не запускайте мне незнакомые приложения. Зачем вы это делаете? В общем, зачем вы запустили с какого-то левого сайта экзешника запустили его, друзья мои? Зачем вы это сделали? Я не понял. А вы заразились, оказывается? Удивительно. А, у вас компьютер заразился? Ну, а землей кушать, ну что там, червяков есть. Ну что же, тоже… То есть это дело такое, ну, достаточно простое, на мой взгляд. И с безопасностью в интернете есть математика. Понимаете, есть доказанные… Ну, как доказанные… Неопроведнутые, скорее. Неопроведнутые теоремы алгоритмической сложности. Очень сложно найти, разложить число на простые собратели. Действительно так, действительно очень сложно. Ничего не поделаешь. Действительно никаких компьютерных мощностей не хватит, чтобы это сделать. И, как бы… Есть целая криптовалюта сейчас, я не знаю. Вы знаете или не знаете про… Про биткоин. Кто-нибудь знает биткоин? Ну вот, пожалуйста, абсолютно безопасная, в каком-то… В математическом смысле безопасная вещь. По крайней мере, по состоянию математики на 2013 год. Так что, в этом нет ничего страшного. Если вести себя аккуратно и не весь землю просто… Просто ведь ошибка в обычном поиске могла привести к таким незначительным… Я вас услышал. Нет, риски были просчитаны, они были маленькие. Нет никаких проблем. Здравствуйте. 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 Меня зовут Никита, Новосибирский государственный технический университет. У меня к вам несколько вопросов. Вот, для начала, вопрос первый. Как бы, вот, судя по тем нападкам на интернет, которые сейчас происходят во всем мире и особенно у нас в России, как вы видите дальнейшее и будущее именно в сети? Судя по тем нападкам на бумагу, которые вы видите, как вы видите будущее бумаги? Ну как, никуда мы не денемся из интернета, но это основная медиа наша. Нет, как бы… Но я вас понимаю… Вы не шумы… Я сейчас… Постарающие люди просто не будут эти использоваться, потому что в интернете будет нечего делать. Ну, это как-то я не очень понимаю, что такое нечего делать, когда все инфраструктурные сервисы, основные, в том числе государственные, все государства уже в интернете. Без интернета сейчас шахта добыть ничего не сможет. Без интернета сейчас не работает производство, чтобы вы понимаете. Кто-то думает, что интернет – это такая вещь, которая не очень нужна. Дорогие друзья, вы ошибаетесь. Сейчас корову нельзя подоить без интернета. Корова дуется – интернет. Сейчас все пронизано оптоволокном, все пронизано проводами. Все бизнес-процессы всех основных индустрий, сельскохозяйственных, транспорт – все это интернет. Ничего другого нет. Нет ничего. Воздух и воздух. Воздух и дышит воздух. Поэтому это не вопрос о существовании интернета. Другое дело… Собственно, хотел сказать, что я вас услышал. Я пытаюсь ответить на то забочность, насколько я вас понял. История вот о чем. О том, что есть такая манера в последнее время делать жуту из интернета. Давайте мы будем наедать. Давайте будем рассказывать, как там страшно. Дети не хотят и в Африку гулять там. Причем это абсолютно все в достаточном смысле бессмысленно. Потому что за словами ничего не стоит. Люди, которые это говорят, они либо говорят какие-то технологические глупости, либо заведомо грубо. Понимаете? Очень часто. Не всегда, но очень часто. И надо просто стараться отделять. При этом, да, я, конечно, понимаю как бы… Ну что ли… Даже не хочу понимать. Но вынужден. Я, видимо, должен понимать причину тех озабоченностей, которые там у людей в головах. Почему-то они проецируют это обязательно на интернет. А на соседи, насколько они не хотят эти страхи спроецировать. Соседи тоже очень страшные. Понимаете? Через интернет, по крайней мере, кстати, не знаю, никто не зовет. А сосед зовет еще больше. Понимаете? Поэтому я думаю, что на всякую такую глупость, на всякие такие вот страхи, которые нагнетаются про интернет. Особенно в телевизоре. Я не знаю. Есть такая вещь телевизор, у кого есть квадратный такой ящик. И там еще такой коаксиальный кабель с середины 80-х годов подходит. До того, как вы родились. Называется антенна. Телевизионная антенна. Надо расщеплять такие проводочки. Есть такая штука, да? У меня нет уже 14 лет. Но я знаю, что у людей их есть. Ну, старайтесь меньше смотреть. Они еще ходят со своим медиа. Понимаете? Их задача, чтобы люди не новость, например, не в интернете получали, а в телевизоре. Поэтому они заплату получают за это. Не надо рекламировать телевизор, а рука с интернетом. У них другой провод просто входит. У них провод и посторонний, а вы третий и двусторонний. Понимаете? И еще один технический вопрос. В настоящее время много программных продуктов распространяется. И при установке они подменяют поиск, домашнюю страницу. Не устанавливайте неизвестные вам программы и не запускайте. Пожалуйста. Я вас прекрасно понимаю. Пожалуйста. Поиск, зачастую бывает поиск Яндекса. Поиск Яндекса никогда, по нашим правилам, которые мы прикрывали в начале сентября года, не бывает без явного оповещения пользователя, явного чейкбокса. Не бывает. Если такие случаи возникают, пожалуйста, пишите, звоните, кричите. Это категорически запрещено нашими правилами. Мы никогда этого не делаем. Спасибо. Спасибо. И, может быть, вы хотите что-нибудь такое без вопроса сказать? Я хотел сказать следующее, что я потрясен вот этой аудиторией и вот этим живым интересом. И тем, как люди выдерживают два часа. Я вообще никогда не думал, что меня можно выдержать два часа. Спасибо вам большое. Спасибо. Спасибо. Ну что ж, не пытайтесь ловить у него на выходе. На самом деле, у него действительно очень скоро самолет. Есть много других дел, которые стоит сегодня сделать. Это только не бывает. Ударный термин, это было чисто на предыдущем. Это относится и к обычным нашим сетям государствам, и к тому, что мы делаем форму. Но это нормально. Я уже называю информологией. Это проекты, связанные с студентами или даже со стартапами, с новыми молодыми компаниями. То есть вся вот эта машина, она естественным, ангиологичным образом ложится в тот способ образ жизни, который мы всегда старались выбирать. Опять же, не хочу заворачиваться в какие-то там узкие итоги вставать. Но здесь речь о том, что компания старалась всегда в последовательности. Хотя чисто в виде вот таких социальных инфер-проектов, видимо, компания нет. Но было очень много проектов, которые на согревание атмосферы. Тут уже много участников, где 10 лет назад были в этом проекты Яндекс.Пайфан. Это не был нашей Яндекс.Пайфан. Здесь платный проект. Мы просто рассказывали о том, понимаете, что мы сегодня все хотели сделать в этот проект Яндекс.Пайфан. Но он не был ничем. Мы просто рассказывали о тем, что мы сейчас объясняем, а мы сейчас еще уже выходим, то тут будем. Это был отдельный социальный проект. Вот это такой «Покуда наши бизнес-культразапевты» происходит на той же TIME, чужой же. Так, просто объяснить, где он. Продолжение следует...